Алматинец Айдар Уразбеков – один из участников митинга 6 января. Вечером, когда военные открыли на площади огонь по демонстрантам, которые требовали реформ, Уразбеков получил ранение. Алматинец Айдар Уразбеков – один из участников митинга 6 января. Алматинец Айдар Уразбеков – один из участников митинга 6 января. Через два дня полицейские забрали в изолятор. Первые дни жестоко избивали, рассказывает алматинец. Медицинскую помощь не оказывали. Десять дней спустя, когда рана начала гноиться, у Уразбекова поместили в медсанчасть учреждения. 3 февраля его освободили под подписку о невыезде. Я пережил колоссальный шок. Вот, собственно, и где я сейчас нахожусь. Считайте, что родился заново. Профессор Нурсид Несбеков считает, что ему повезло. 6 января он уцелел, попав под обстрел военных. Исследователь, изучающий гражданскую активность и политические протесты, не скрывает, что ходил на площадь, чтобы посмотреть происходившее там 5 и 6 января. Но он и не предполагал, что по его машине откроют огонь. 6 января в 20.00 я двигался на автомашине со стороны Достык, по улице Сатпаева, в сторону Новой площади. И, подъезжая к перекрестку, я обнаружил в гуще тумана огромное скопление военной техники, боевой техники. И, подъехав к ним на расстоянии 20 метров, я не получил никаких с их стороны сигналов, предупредительных выстрелов, ничего подобного. И в этот момент я решил развернуться, поехать в обратную сторону, как по мне, по машине был открыт огонь, прямо в спину. Ну, я услышал целую очередь автоматную. Однако, на машине были следы от одной пули, которая пронзила крышу и пробила лобовое стекло. Насквозь, да. Буквально в 10 сантиметрах, наверное, от головы моей. В этом автомобиле погиб 22-летний Гафуржан Абергенов. По словам его родственника, 7 января Гафур вместе с другом выехали за продуктами. Пассажир Гафура получил огнестрельное ранение. Попал в больницу. После выписки он лечится дома. По словам Жасулана Даулетова, друг Гафура доковылял пешком до проспекта Абергенов. Там его подобрали незнакомые люди, довезли в больницу. Ехать на площадь они побоялись. Тело Гафура целые сутки пролежало под открытым небом. Родственник Гафура подал заявление. Возбуждено уголовное дело. Но подозреваемых нет, военные недопрошены. От автомобиля остался только каркас. Машину, в которой супруги Куат Беткембаев и Гурзефакул Султанова возвращались домой, обстреляли 7 января недалеко от площади. Автомобиль сгорел. По официальным данным, площадь на тот момент контролировали военные. Бейбет Мустафин живет рядом с площадью республики. Он видел, как поздним вечером 6 января стреляли в белый автомобиль. В салоне находилось два человека. Оба погибли. По данным полиции, в дни январских событий в городе было повреждено 165 автомобилей. Большая часть была сожжена. Во многих разбиты окна. На вопрос о затыке, сколько машин оказались под градом пуль, в департаменте полиции ответили, что все детали установит экспертиза. Начавшиеся в первых числах января протесты на западе Казахстана из-за роста цен на жиженый газ быстро перекинулись на другие регионы. Демонстранты выступили против коррупции и социальной несправедливости. В Алматы и нескольких других городах произошло кровопролитие. По официальным данным, погибли не менее 227 человек. Власти не опубликовали список жертв. Они возложили ответственность за беспорядки на банды террористов, обученные за рубежом. Заявили о попытке государственного переворота. Но не привели убедительных доказательств в пользу этой версии.